Это карта проникновения цифровых денег в экономику стран мира. Приморье находится рядом не просто с одним из крупных центров. Именно Япония, наша соседка, считается родиной цифровых денег. И здесь одна из таких валют, биткоин, признана официальным средством платежа наравне с иеной. Все криптовалюты функционируют благодаря технологии блокчейна. Первоначально технология блокчейна, как ее планировали, должна была, основным функционалом ее являлось то, чтобы избежать всевозможных посредников и дополнительных комиссий при расчетах, возьмем банки, нужно деньги перевести, вывести, снять и так далее, мы платим определенную комиссию. В случае блокчейн-технологии этого протокола люди хотели избежать дополнительных посредников, но при этом сделать так, чтобы чистота процесса и, так скажем, законность его в рамках этой схемы была максимально прозрачна и справедлива и честна для всех. Каждый приморец знает, что такое российский рубль, американский доллар, китайский юань, японская иена. Многие видели эти валюты, держали купюры в руках, расплачивались ими. С криптовалютой все по-другому. Эти цифровые деньги, как и криптокошельки, где их хранят, существуют только в виртуальной реальности, как видеоигры или герои фильма «Трон». Говоря простым языком, криптовалюта — это цифровые или электронные деньги, которые создаются частными компьютерами путем решения, разрешения определенных алгоритмов шифрования. Криптовалюту потрогать нельзя, это деньги, которые не имеют физического выражения, но ими можно оплачивать определенные товары и услуги. Пока, к сожалению, не везде, но это так. Криптовалют много, счет только самых известных идет на десятки. Биткоин, Лайткоин, Эфириум, Дэш, Рипл — все они имеют свой логотип и буквенное обозначение. Валюты разных стран выпускают государства, они обеспечены золотом. Блокчейн основан на криптографии, отсюда и крипто в слове «криптовалюта», а правильная работа системы гарантирована математикой. По сути, криптовалюта не обеспечена ничем, кроме веры в нее самих пользователей. У криптовалюты нет какого-то регулирующего или централизованного выпускающего их органа. Стоимость здесь определяется вполне фундаментальными факторами — это спрос и предложение на нее. В последнее время криптовалюты активно используют как инструмент накопления и приумножения денежных средств. Стать владельцем такой валюты можно несколькими путями. Один из них — майнинг. От английского глагола «to mine», что означает «добывать», как полезные ископаемые. Добывать криптовалюту так же тяжело и энергозатратно, как добывать золото из горной породы. Например, за год вы можете намайнить всего полтора биткоина. Есть такое понятие, как майнинг-ферма — это тот механизм, то оборудование, которое добывает в данный момент криптовалюту. То есть в одном месте собрано большое количество видеокарт или же специальных интегральных схем, которые направлены на поиск правильной последовательности чисел в этом алгоритме. Оборудование, которое решило задачу вознаграждения, как я уже говорил, получает соответствующую криптовалюту. Отметим, что стоимость криптовалюты с первой десятки достаточно высока — от пары сотен до 4,5 тысяч долларов за одну монету. Пионер криптовалют — биткоин — сейчас занимает 49% всего рынка, и весь его объем оценивается в 57 миллиардов долларов. Криптовалюту можно купить, как и любую другую валюту по определенному курсу. Это может быть банальная оплата товаров и услуг, это может быть операции по покупке или продаже криптовалют на криптобиржах. Также есть возможность торговать криптовалютами благодаря сделкам CFD, и многие финансовые брокеры предоставляют такую возможность. И с точки зрения риска это менее рискованный процесс, потому что по статистике около 45% криптобирж подвергаются хакерским атакам, и в конечном итоге эти атаки приводят или к закрытию криптобирж, или к тому, что пользователи частично или полностью теряют свои цифровые монеты, соответственно, деньги. Есть у криптовалюты и свои темные стороны. Финансисты отмечают, можно прогнозировать, что будет происходить с валютой, когда знаешь, что за государство или союз стоит за ней. В этом плане криптовалюты совершенно непредсказуемы, и это еще не все. Криптовалюты не имеют регулирующего и контролирующего органа. Плюс все операции с криптовалютами, они анонимны. То есть, по сути, нельзя отследить, кто за что, кому и почему перевел то или иное количество криптовалют, и этим довольно активно пользуется теневое сообщество, или так называемый darknet. И, соответственно, средства криптовалюты могут переводиться за оружие, наркотики или какие-то подобные плохие деяния. И тем не менее, финансисты полагают, что за этими технологиями будущее. О криптовалютах много говорили и на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Криптовалюта с российскими корнями – эфириум, или просто эфир, чье название как нельзя лучше отражает виртуальный характер этих цифровых денег. Ее создал российско-канадский программист 23-летний Виталик Бутерин. Именно эфириум представляет особый интерес для российских банков. Эксперименты в сфере криптовалют Центробанк осуществляет именно на этой платформе. Максим Яковлев, Ольга Зайцева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.